друзья всем привет на связи александр и нюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе начнем с американского доллара пятницу доллар закрыл на достаточно слабой ноте да то есть мы подошли вплотную к этой области откуда открывается интерес заходить в шорт после закрепления в этой области либо пробой этой области вот но на выходных новости которые указывают на дестабилизацию ситуации в мире и в такие промежутки времени американский доллар чувствует особый приток спроса особенно в облигации мы это видели еще в пятницу спрос продолжался доходность достигла 4 8 процента по десятилетним облигациям что является очень крутым показателем вот и до момента пока этот спрос будет продолжаться американский доллар будет чувствовать дополнительную поддержку по поводу облигаций инверсия кривой доходности до на которую сто раз обращал внимание павел она на текущий момент ну вот вот уже скоро то и и и не будет потому что считается она между двухлетними и десятилетними облигациями если раньше разница процентных ставках было в 1 процент то на текущий момент это минус 028 то есть это говорит было минус 1 сейчас минус 028 то есть существенно сократилась и если текущая тенденция продолжится она с большей вероятностью продолжится так как она себе плавно плавно развивается там капитал не такой быстрый что так быстренько сюда переложились туда переложить нет там достаточно плавно накапливается позиция вот с большей вероятностью тенденция продолжится и мы скоро увидим отсутствие инверсии и это уже будет как раз говорить о том что ставку уже никто повышать не будет рынок принципе этого и ждет по европейской валюте закрепление выше уровней объема момент что достаточно агрессивно выкупали актив как раз вот с этой области говорит мне о том что есть смысл рассмотреть лонг от этой области соточеты указывают на то что фонды по-прежнему дико накапливают шортовую позицию до 17 тысяч контрактов шортов было взято практически в минимум ценовой вот хеджеры в свою очередь особо сильно не активничают то есть за предыдущую неделю вот за это время фонды успели накопить 17 тысяч контрактов short по тренду я считаю что это они и станут хорошим топливом для того чтобы цена выстрелила как раз в район открытия текущего фьютишного контракта поэтому поэтому вижу смысл накопить как раз лонги дальше у нас швейцарский франк плюс-минус та же ситуация здесь еще и обновление произошло открытый интерес дико растет если мы посмотрим на 100 отчет это фонды успели накопить практически 6000 контрактов шортовых хеджеры в свою очередь столько же приблизительно лонговых вот опять же это говорит нам о том что вот этот открытый интерес открывает его добавляют как раз фонды путем открытия шортовых позиций работы по тенденции по тренду вот и на текущий момент у нас существенное расхождение позициях фондов и хеджеров и я вижу смысл как раз посчитать где у нас больше всего объемом было проторговано за прошлую неделю именно объема не профиль среднего проторгованного объема и тогда определить область выше которой цена будет находиться это интересно для покупок ниже которой находится это интересно для продаж на текущий момент цена закрепилась выше уровня объема выше уровня наибольшей проторговки на прошлой неделе вот и поэтому я считаю что есть интерес есть смысл поработать в лонг по этому инструменту единственное что здесь вот этот открытый интерес он немного он не снижается то есть это не говорит нам о слабости по европейской валюте здесь хотя бы открытый интерес снижается на подрастающем рынке да цена чуть подрастает открытый интерес снижается это говорит о том что частично некоторые позиции шартовые закрываются что является хорошим топливом ну вот по швейцарству такого нет австралиец соотчеты указывают на то что здесь особо сильно ничего не происходит здесь в основном закрывается шорт позиция фондами и лонг позиция хеджерами то есть закрытие особо сильно ни чему не приводит я считаю что на падающем рынке падающий открытый интерес это у нас к развороту соответственно достижение вот этой области и с большей вероятностью это достижение приведет к пробою но пока пока предпосылок этому не так много а вот по новозеландскому у нас еще с пятницы до осталось стрелочка у нас и фонды накапливают лунги уже да и хеджеры особо сильно там не активничают не сопротивляются то есть на текущий момент по новозеландскому доллару у нас что складывается у нас достаточно много продавали по рынку цена не падал очень много продавали цена не падала значит лимита кто-то покупал кто продавал то фонды продавали да у них до этого была экстремальная шертовая позиция сейчас они начали ее плавненько сокращать эту экстремальную шертовую позицию они покупают вот до этого лимитный покупатель все это принимал все что продавали все принимал цена особо сильно не падала и на текущий момент у нас произошло обновление предыдущего локального максимума. Цена находится неделю закрыла тоже на своем экстремуме. Вот, соответственно, фонды начинают подкупать. Перевернулись. И открытый интерес в целом стоит на месте. Поэтому я считаю, что есть смысл работать на пробой вот этой области. То, что у нас шорт приоритет по социндексу, он супер низко. Я бы в такое не стал бы залетать. Разве что спекулятивно на отскок поработать в рамках дня. Но в целом среднесрочно я вижу смысл как раз пробоя и дальнейшего похода вверх. По канадскому доллару ситуация остается вот такой же прежней. Это то, что у нас пятницу было. У нас здесь фонды дальше добирают шортовую позицию, причем достаточно агрессивно. 12 тысяч контрактов в минимум накапливают. То есть они вот как раз вот где-то вот здесь и накопили эту позицию. Хотя, возможно, и чуть пораньше. Суточеты, они же выходят за вторник. То есть у нас раз, два, три. Вот за этот день и четыре дня пять торговых дуэтов. Основной торговый объем я вижу был внизу. Поэтому с большей вероятностью они как раз в минимум накопили эту шортовую позицию. Но не факт. Я считаю, что здесь такая же ситуация будет, как и по новозеландскому доллару. Интересно дождаться только здесь, по канадцу. Интересно дождаться реализации предложения, так как кто-то много накупил в минимум. Интересно дождаться момент реализации, чтобы чуть продали, словили стоповую ликвидность, чтобы без лишних пассажиров было легче двигать цену дальше вверх. Так, по Британии выйдет ряд статистики по ВВП на этой неделе. Но я думаю, что это сильно не повлияет, так как основное внимание будет как раз на Израиль, Палестину, не на Британию и на статистику по ВВП. Судотчеты указывают на то, что фонды все больше и больше открывают шорт позиций. Хеджеры, в свою очередь, лонги. Причем достаточно быстро, сильно накапливают лонговую позицию. Это нам говорит о том, что в ближайшее время будет разворот. Здесь такая же ситуация, как и по Швейцарству, как и по европейской валюте. Установление нового максимума будет говорить о том, что фондам будет говорить о том, что пора закрывать шортовые позиции. Если пора закрывать шортовые позиции, то это лонг по сути на рынке. Еще открытый интерес подчуть снижается. Это круто. Дальше у нас по японской иене торговых иене нет. Нефть провал, существенный провал произошел на фиксации лонговых позиций со стороны крупных фондов, которые инвестировали. Вот в какой-то момент что-то у них там либо достигло по профиту, рекордные объемы продаж произошли. Так-то в целом в балансе спроса-предложения особо сильно ничего не поменялось. Окей. Ну и текущий гэп, я думаю, вы понимаете, что любая дестабилизация ситуации там, в этом регионе, где сейчас происходят военные действия, это большой, это нормальный кусок, объем, нормальный объем баррелей в сутки урезается. Таким образом, баланс спроса-предложения будет меняться. и до момента, пока текущая ситуация развивается, я считаю, что нефть имеет все шансы на дальнейшее продолжение текущей тенденции. По золоту, пока торговых идей нет, пшеница, медь, медь тоже история, то есть возврат к области активности хеджеров. Крипта тоже пока без изменений рассчитывали, комьюнити криптовая рассчитывала на то, что чуть что не так в мире, крипта сразу будет подрастать. Но на самом деле, как вы видите, особой реакции не было. Я считаю, что здесь особой реакции и не будет, за счет чего пока баланс спроса-предложения не поменялся, хорошим триггером может стать а. это хороший сезон отчетности, хороший старт сезона отчетности, б. это нивелирование инверсии кривой доходности, это тоже может стать чем-то таким. И вот 13 числа будет решение по поводу ETF фонда. ГАЗ пока без идей, фондовые индексы, ну здесь все просто, да, мы с вами еще в пятницу обозначили, что интересный момент для спекуляций в лонг, но для среднесрочных позиций это просто шорт. Пока слабость еще есть, хотя давайте так, перефразирую, нет, потому что наговорил, для среднесрочных позиций не шорт, для среднесрочных позиций пока ничего интересного, тут можно начинать где-то там посматривать на небольшие входы в лонг, среднесрочный шорт точно уже не нужно, уже отпадали, уже все, спекулятивно есть смысл накапливать лонговую позицию от вот этих областей, где у нас интерес был со стороны лимитного покупателя, но как вы видите, он достаточно маленький и пока особо залетать сюда в спекулятивных целях с каким-то ярким отскоком пока что нет. в среднесрочных перспективах среднесрочной торговой идеи есть смысл маленькую порцию уже брать перед сезоном отчетности. Будут провалы, будет лимитное удержание, тогда добирать позицию. У нас так та же самая история. Спред между австралийцем и швейцарским франком пока не сходится, сошлись существенно, стоят на месте, чуть вверх, чуть вниз, несущественно. Жду дальнейшего восхождения и у нас индексы не разошлись. Австралийц с новозеландцем здесь под хорошим вопросом есть смысл сейчас залетать или нет, потому что так-то расхождение есть, стандартное расхождение есть, даже больше. Да, больше стандартного. Два стандартных отклонения есть и вроде как это интересно зайти на сближение с начала фьючерсного контракта по этим инструментам, но текущая ситуация в соотчетах она указывает на то, что новозеландец в ближайшее время будет чуть сильнее, это может дать три стандартных отклонения, вот, там будет чуть поярче, поинтереснее заходить, поэтому пока формируется эта торговая идея, и точек спредов пока и не было на самом деле, просто заходить на расхождениях не стоит, нужно дождаться точку спреда, окей, на этой неделе следим за данными по индексу потребительских цен, это точно шатнет штаты, да, в штатах и в Китае будут входить данные, и в целом следим за развитием ситуации с Израилем, всем спасибо за внимание, всем хорошей торговой недели, на связи,